Привет, просветители! Главные герои сегодняшнего выпуска Юнармия, злые компьютерные игры и опасное аниме. Где моя черная тетрадка? Попытаемся разобраться, почему реальное оружие в руках подростков это окей? Ну, если подростки-патриоты, это очень важно. Кстати, в целях Юнармии сразу же ответ можно найти. Формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества. И нет, это не милитаризация школьников. Это другое. А вот виртуальное оружие и жестокость приводят к самым опасным последствиям. Сразу же огромный дисклеймер. Я не считаю. Вот прям подчеркнем, что если человек умеет обращаться с оружием, он сразу же становится опасным. Но меня всегда удивляло, что ребенок, стреляющий из автомата, вызывает умиление. А на подростка, играющего в шутер, или не дай бог любящего аниме, а все знают, что эти китайские мультики максимально жестокие, тут же навешивается ярлык и миллион диагнозов. Вот он насмотрится своих стрелялок и возьмет оружие. Но вы же сами вон тем школьникам автомат в руки вложили. Но, как вы понимаете, это другое. Компьютерная граната превращает мозги в кашу, реальная готовит патриота. В детском лагере в Новосибирской области подростки открыли стрельбу из ружей. По данным Следственного комитета, в лагере отдыхали около 50 человек, которые отправились с палатками на двое суток в лес сопровождении взрослых. Когда большая часть из них находилась возле реки, в лагерь ворвались четверо подростков и начали стрелять. По информации местных СМИ, это были воспитанники военно-патриотического клуба. Выстрелов было много. У всех началась паника, у детей истерика. Думали, что произошла ситуация, как в Казани. Работники молодежного центра с трудом успокоили несовершеннолетних. Но на психику, конечно, подействуют игры с фильмами. Как уточняет интернет-издание Вести Новосибирск, стреляли тогда воспитанники военно-патриотического клуба «Юнный армеец». Они вместе со своим руководителем приехали в тот же лагерь, чтобы провести занятия, но никого не предупредили. Представитель организации сказал интернет-порталу, что подростки стреляли из охлощенного оружия, и помимо этого в учениях использовали дымовые шашки. А, ну тогда норм. Когда вокруг тебя стреляют, а ты такой, это же безопасно, я по звуку определил. Че панику развели? Это же не токийского гуля решили транслировать. Ну тогда норм. Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск», руководство лагеря дало распоряжение замять ситуацию. Детям на собрании пояснили, что это была учебная тревога, а также потребовали не говорить о случившемся своим родителям. Ситуация больше раздута. Вечером дети в палаточном лагере действительно услышали хлопки. Играю в дом, хочу всех окружающих жизни лишить. Вокруг меня стреляют? Это я просто хлопки слышу. Выяснилось, что в гости в лагерь приехали дети из другого патриотического клуба, из Болотного. Четыре воспитанника и преподаватель. Они решили устроить сюрприз и пострелять. Классный такой сюрприз. Это было не запланировано. С руководителем патриотического клуба была проведена работа. Ему объяснили, что это неуместно. Они уехали. Все. Комментирует ситуацию руководитель Болотнинского молодежного центра Наталья Ермак. И вот эта фраза о раздутой ситуации меня и покоробила. У нас в стране детей защищают буквально от всего. Ну, на бумаге. Не дай бог деточка услышит. А если дитё увидит? А вдруг ребятёнка вопрос задаст? А тут, блин, дети вполне могли подумать, что они вот-вот на тот свет отправятся. Как правильно отметили, действительно особенно после ситуации в Казани. Это точно никаких психологических травм не нанесёт? Ну, если вспомнить, что по мнению петербургских экспертов, даже названия некоторых аниме опасны. Но, давайте хором. Это другое. Похоже, сегодня я буду очень часто произносить эту фразу. Мне просто на самом деле интересно. Даже если отвлечься от конкретно этой ситуации. Где истошные крики борцунов за светлое детство? Близость детей и оружие их реально не напрягает? Где научи хорошему? Не к ночи будет сказано. А, лесбийские мотивы в холодном сердце пытаются найти. Где Тюменский родительский комитет? Вон на официальном сайте и статья о вреде видеорекламы в транспорте есть. И про опасность аниме уже давно трубят. А вот, милитаризации школьников никто не видит. И тут важный момент. Может быть, её и нет. Во всяком случае, это официальная позиция. Но если вы боитесь, что из-за мультика ребёнок радужным станет, то закрыть глаза на оружие как минимум странно и лицемерно. Хотя, это ж не реклама в общественном транспорте. Вот она уж точно кого угодно перепрограммирует. Дочка моей приятельницы не могла уснуть после замечательной лекции в детском садике. О войне, врагах и чужих. Увы, не тех. Ребёнок решил, что либо его убьют, либо они с матерью пойдут убивать. Просто воспитатель рассказала, что есть злые и чужие враги родины, которые могут убить всех хороших наших людей, если хорошие люди, в свою очередь, не пойдут защищать себя. Зачем эта информация четырёхлетки? Для меня, честно говоря, до сих пор вопрос. А, это же месячник патриотического воспитания. Вопрос снимается. Если вернуться к ситуации со стрельбой в лагере, то там вообще ничего не понятно. Руководитель молодёжного центра утверждает, что это был сюрприз. Сюрприз! Отец педагога заявляет, что его сын предупредил лагерь. У самого учителя своя версия. Наша цель прибытия была в том, чтобы организовать и провести выставку оружия, показать будущим защитникам родины, как с ним обращаться. По плану было эффектно появиться с применением пиротехнических изделий, дымовой шашки и с имитацией выстрелов с применением охлощённого списанного оружия. И в нормальном мире, если и действительно все участники сего действия были готовы к этому, Всё ок, но мы живём в стране, где на детей, по мнению экспертов, буквально всё влияет. Ну, кроме того, на что мы закрываем глаза. Вот аниме жестокое, а сериалы по НТВ – нормуль. Так что тут даже сомневаться не приходится. Психика подростка просто не способна пережить такое представление в реальности. Ещё раз напоминаю про дисклеймер в начале ролика. И про слово «сарказм». Вот замечательный канал, больше 100 тысяч подписчиков. Уверен, что его авторы, конечно же, активно борются против оружия в руках подростков. Ведь герои так красочно рассказывают об опасности компьютерных игр. Если вы посмотрите, есть сейчас... Есть игры, которые, например, напрямую обучают ребёнка тактике специальных подразделений. У нас есть организации, которые напрямую обучают ребёнка владению оружием. Как вам это? И вот тут такой моментик. Где гарантия, что сначала подросток не научится стрелять? Ну, исключительно для защиты Родины. А потом точно так же не сядет за компьютер, или аниме не врубит, или песню BTS послушает. И всё. Готовая машина смерти. Поэтому очевидно, выступаешь против компьютерных стрелялок, будь добр рассказывать об опасности реального оружия. Вот я в данный момент прохожу Doom Eternal. Всё, я уже окончательно потерян для общества. Моё сознание полностью затуманено. Нормальный человек не стал бы выкладывать такие фотографии в Инстаграм. Но я до сих пор не знаю, как пользоваться реальным дробовиком. Слава богу. Возьмите меня в юноармию. Мне всё ещё нужно сделать гораздо больше подготовительных шагов, чем условному Паше из патриотического клуба, которому тоже Doom мозги прочистил. Но почему-то подобных рассуждений мы, увы, не слышим. Я скажу более понятным аудитории нашим языком, что наших детей с самого детства вводят в гордыню. Им в играх, в тех же Майнкрафте и прочем, им показывают, что он маленький бог, властелин этого мира. То есть ребёнок, который ничего не достигает, например, в образовании, которое у нас и так уже ниже Плинтуса, зато он прекрасен в каких-то компьютерных играх. Там же рейтинги, эти все мировые сервера... А дети, которые достигают чего-то в образовании, не могут хорошо играть? Окей. Правда, по такой логике и спорт опасен. Гордыня. Ребёнок ничего не добивается в учёбе. Нет, я не считаю, что все спортсмены глупые. Но зато в своём спортивном кружке просто звезда. Ему ещё и медаль на шею, и кубок. Всё, чисто божество. Там же рейтинги. Нужно прекрасно понимать, что интернетом, социальными сетями, играми в том числе, так или иначе к ним имеют отношение либо подрядчики Пентагона, либо непосредственно киберкомната. Сейчас выросло поколение вот этих бандеровцев, националистов. И у нас сейчас на Украине создаётся один из крупнейших центров киберкомандования. Причём оттуда прямо идёт противодействие. И с нашими детьми работают в том числе и из Украины очень большое количество соединений. Я вам больше скажу, обратите внимание сейчас на суперпопулярную игрушку «Поп-пит» называется. Это нечто так вот это вот, да, ну, клацанье вот этого. Во-первых, она вся радужных цветов. Во-первых, она вся радужных цветов. Под красный, под красный. Неизвестно же, что что-то компьютерные шутеры были, так сказать, запретены во времена в Вьетнамской войны, чтобы снизить порог с боязни. Боязни убить человека. То есть американские солдаты сначала на них тренировались. Потом она, это, ящик Пандоры был открыт. Война во Вьетнаме закончилась в середине 70-х. Вот интересно, госпожа ведущая точно знает, как выглядели игры в этот период? Если что, вот он, графоний. Нет, если эти пиксели кровожадность развивают, то современные Доки 2 даже боюсь представить. Слушайте, мне безумно нравятся эти вставки текста из серии. Добавим перчинки. Для самых непонятливых. Но и этот выпуск, конечно, был бы неполным, если бы после выдуманной угрозы оружия мы не поговорили о настоящем зле. Аниме. Куда ж без этого? Горшочек в суде Петербурга продолжает творить в каких-то просто промышленных масштабах. Я уже несколько раз рассказывал в очередном запрете. Но в тех выпусках я подчеркивал, да, ситуация странная, но заявление... В России запрещают аниме. Всего лишь попытка привлечь внимание. Запрещают конкретные ссылки на конкретных сайтах. Это даже в суде отмечали. Увы, реальность показала, что это не так. Во всяком случае, для Роскомнадзора. Помните, всего лишь одну ссылку на токийского гуля на пиратском сайте запретили? Роскомнадзор обратился к кинопоиску еще 18 июня, утверждая, что аниме и сериал признали информацией, распространение которой в России запрещено. При этом в ведомстве ссылались на решение Колпинского районного суда от 31 марта. И вуаля, на кинопоиске сериала больше нет. А как же все разговоры про конкретные сайты? Оказывается, решение Колпинского суда авторитет для всей России. И вот если принять уже этого внимание, очередные питерские решения заиграют новыми красками. Итак, что стоит посмотреть? Я уже именно в таком ключе воспринимаю новости с северной столицы. Атака титанов. Кадры включают в себя ни с чем не сравнимые по жестокости сцены. Ноги и титаны разрывают людей на части и пожирают. Пожирают детей. Проливаются реки крови. До финальной сцены фильма в нем витает гнетущее настроение бессилия и безнадежности. А вот у меня настроение бессилия и безнадежности от таких новостей появляется. Mortal Kombat. В мультфильме превалируют сцены крайней жестокости. Детально прорисованы кровавые единоборства. Расчленение тел. Элементы каннибализма. Подобие рентгеновских снимков поврежденных костей и органов. Темные ночные пейзажи окрашены в кроваво-красный цвет. В русском переводе присутствуют нецензурные брань и жарганизмы. Просмотр мультфильма может носить мотивирующее воздействие к агрессивному, аутоагрессивному или самоповеждающему поведению. А занятия с реальным оружием все еще ничего не мотивируют? Не, ну я просто уточняю. Космос. Территория смерти. Мультфильмы забилуют сценами кровопролития. Насильственные гибели людей. Расчленение. Применение оружия. Финал мультфильма крайне пессимистичен. Включает сцены гибели всего экипажа и возможный переход монстров на причаливающий космический корабль. Спойлеры! Сцены убийства, расчленение человеческих тел косвенно повышают уровень рисков девиантного поведения ребенка под их влиянием. Я бы хотел сказать, что этот сериал и не предназначен для детей, но тут другая новость подоспела. Счастливые лесные друзья. Мультсериал ориентирован на детей младшего возраста. Эээ, а кем установлено? Типа, все цветастый главный герой звери значит для детей? Мультфильмы о маленьких милых зверьках, с которыми постоянно случаются разные тяжелые происшествия. Их давят, разрывают на части и прочее. Просмотр мультсериала безусловно наносит вред духовно-нравственному восстанию. От восстанию это точно. И развитию малолетних детей. Противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России. В общем, как-то так. Милые зверята-упырята. Привет, Соня Хромова. Гуманистическому воспитанию противоречат. Или восстанию. Тут мы еще до конца не определились. И на психику воздействуют. А дети с автоматами нормас. Так и запишем. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, колокольчик, комментарии. Огромное спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.